В эфире программа «Область новостей» в студии Полина Матовникова. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Квартирный обход избирателей. В рамках проекта «Инфорум УИК» представители участковых избирательных комиссий постучатся в каждый дом. Проект стартовал 17 февраля, и за это время обходчики региона уже посетили 94% домов тамбовчан. Остается совсем немного. Впрочем, представители участковой комиссии номер 688 осилили практически все 100%. Фестиваль хореографического искусства «Здравствуй, мир!» 50 танцевальных коллективов встретились в финале регионального конкурса. В финальном этапе принимают участие не только коллективы, но и солисты. На сцену сегодня выйдут артисты из Инжавинского, Мордовского, Первомайского, Тамбовского кругов, а также из Котовска, Мичуринска, Маршанска и самого Тамбова. Школьники, студенты и даже целые семьи. В Тамбове прошла Державинская лыжня 2024. В этот прекрасный солнечный день они собрались все здесь, на стадионе парка «Дружба». Причем приехали сюда не только учащиеся и сотрудники, но и выпускники университета, и семьи со всего региона. В общей сложности лыжня собрала порядка трех тысяч человек. Сегодня состоялось одно из ключевых событий этого года, которое уже стало основополагающим для дальнейшего развития государства. Президент России Владимир Путин выступил с традиционным посланием к Федеральному собранию. Президент сразу предупредил, что огласит в послании не только ближайшие планы, но и стратегические задачи. Владимир Путин дал характеристику отношений России с западными странами, подробно остановился на теме поддержки военнослужащих, а также коснулся целого ряда проблем, которые предстоит решать в обозримом будущем. В своем послании Владимир Путин объявил о запуске пяти новых национальных проектов, семья, продолжительная и активная жизнь, молодежь России, кадры и экономика данных. В финале выступления он поблагодарил всех военнослужащих, сражающихся на фронте. От их мужества и решимости зависит выполнение всех планов, подчеркнул президент. На событии присутствовал глава региона Максим Егоров. Он поделился с нами своими впечатлениями от услышанного. Президент в своем послании поддержал те идеи, которые мы хотели воплощать на территории Тамбовской области. Будем работать. Национальные проекты должны быть сформированы до конца этого года. Работа предстоит очень большая. И, конечно, каждый национальный проект, каждый федеральный проект, который мы будем реализовывать, мы будем его согласовывать с нашим населением. Отдельная тема, которую президент обозначил в год семьи, это поддержка семьи, поддержка рождаемости, поддержка многодетных семей, семейная ипотека остается. И, конечно же, вопросы развития села. Все программы, которые сейчас есть, они остаются, будут развиваться. И тем самым мы будем стимулировать рождаемость на селе. Это для нас очень актуально, так как мы аграрный регион. Тамбов посетил необычный состав. Агитационный поезд Минобороны России «Сила в правде» встретили утром на железнодорожном вокзале. С экспозиции поезда музея познакомилась моя коллега Олеся Павлова. Под звуки оркестра, курсирующий по России поезд музей, утром 29 февраля встречают на первом пути железнодорожного вокзала областного центра. Своё путешествие агитационный состав под названием «Сила в правде» начал 23 февраля с Киевского вокзала Москвы. Тамбов стал восьмым городом в маршруте. Целью данной акции является противодействие попыткам исказить нашу историю, а также демонстрация успехов и достижений армии и флота. Уверен, что никого из вас посещение нашего эшелона не оставит равнодушным. Каждый почерпнет, откроет для себя что-то новое. Вместо первых вагонов – платформы с техникой. Одна из них – свежий трофей – американская боевая машина пехоты «Брэдли». Дальше – образцы новых российских машин. В составе поезда девять тематических вагонов с экспозициями. Один из них – вагон под названием «Всегда на высоте» Воздушно-космических сил России. Изюминка выставки – макет кабины летательного аппарата. В нем различные приборы – ручка управления самолетом, ручка управления двигателями, общее пилотажное оборудование. Здесь каждый желающий может почувствовать себя настоящим пилотом. Что касается виртуальной составляющей, макет соединен через программное обеспечение с очками. И в нем проецируется полет на самолете МиГ-29. Можно поиспытать себя, оценить свои пилотажные навыки, оценить свою склонность к управлению летательными аппаратами. Симуляция весьма реальна. Еще один тематический вагон – главное управление кадров Министерства обороны – военная служба по контракту. Внутри – образцы современного оружия и военного снаряжения, которые сегодня используются в вооруженных силах. Есть виртуальная зона, где можно в полной мере почувствовать себя солдатом. Как говорят специалисты, вагон пользуется популярностью у посетителей. Очень часто любят посмотреть за действием солдата, попытаться полетать на ВПЛА. Очень часто интересуются психологическим отбором и полиграфом. Наш специалист очень интересно доносит всю эту информацию. Даже делает иногда пробные тесты небольшие, чтобы люди удостоверились, что это действительно техника, действительно она работает. Поезд находился на перроне несколько часов. После нашего города его встретят в Саратове. Поезду предстоит преодолеть 34 тысячи километров от Москвы до Владивостока и вернуться в столицу 8 мая. Состав остановится на 75 станциях в 67 субъектах Российской Федерации. Олеся Павлова, Олег Осипов, Александр Кобзарев, Область новостей. Избирательная комиссия Тамбовской области получила бюллетени для голосования на предстоящих выборах президента России. Заходи. В соответствии с госконтрактом для организации выборов в этом году типография изготовила 796 тысяч 100 бюллетеней. Из них 143 тысячи 500 бюллетеней для голосования с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней. Их отличает другая плотность бумаги и специализированная форма самого бюллетеня. Акт приема передачи бюллетеней подписали члены регионального избиркома и представителя типографии. Сегодня уже бюллетени будут направлены в ряд муниципальных образований. Для этого мы пользуемся услугой спецсвязи. Их до 6-го числа окажутся у нас все в территориальных избирательных комиссиях. До 13 марта избирательные бюллетени должны быть направлены во все участковые избирательные комиссии. Лишние избирательные бюллетени, бракованные экземпляры, а также пластины, с которых ввели печать, уничтожили на специальном оборудовании. Все полученные бюллетени как в территориальных избирательных комиссиях, так и позже на участках будут находиться под круглосуточной охраной. В регионе продолжается поквартирный обход избирателей. В рамках проекта «Инфорум УИК» представители участковых избирательных комиссий постучатся в каждый дом, чтобы адресно проинформировать и оповестить избирателей о сроках, времени, месте, а также формах голосования на президентских выборах. Подробнее в нашем следующем сюжете. Не забываем наши галочки. Проект стартовал 17 февраля, и за это время обходчики региона уже посетили 94% домов тамбовчан. Остается совсем немного. Впрочем, представители участковой комиссии номер 688 осилили практически все 100%. Сейчас задача посложнее – повторно обойти те квартиры, дверь которых впервые не открыли. На вооружении обходчиков современные технологии в мобильном приложении у каждого зафиксировано, какой маршрут уже пройден, кто из избирателей дал отклик, кому стоит постучаться еще раз. Избирателей на нашем участке более 2,5 тысяч. Но домовладений непосредственно в приложении «Телеформ» – 2208. Мы обязаны обойти каждого избирателя, каждую квартиру и довести до сведения всех наших избирателей, что у нас выборы будут проходить на таком-то участке, по такому-то адресу, что обязательно должны прийти, потому что вместе мы – сила. «ИнформуИк» – это новая технология информирования избирателей. Ключевая задача представителей участковых избирательных комиссий – повышение явки на президентских выборах. Для этого каждому из избирателей важно разъяснить все тонкости предстоящего процесса. Избирателям рассказывают о кандидатах. Подробная информация о них, к слову, есть и в буклетах, которые с собой у каждого обходчика. А также о способах проголосовать на выборах президента России в любой из трех дней. Так, по уважительной причине, сделать свой выбор возможно дома. Например, если избиратель не может прийти на участок лично по состоянию здоровья. «Вы планируете голосовать?» «Обежательно». «А как вы планируете голосовать? На избирательном участке или на дому?» «На избирательном участке, лично. По старинке». Работают обходчики преимущественно вечером с 17 до 20, что называется, часы пик. В это время, как и в выходные дни, больше шансов застать избирателей дома. «Это первый раз. Такого раньше не было. Но очень, конечно, приятно, что чувствуем, что забота о нас, чтобы мы пришли на выборы. А мы придем обязательно». Так персонально информировать избирателей будут вплоть до 7 марта. Активная работа при этом стартует и на избирательных участках. Представители участковых комиссий готовятся к приему заявлений от мобильных избирателей. Такой механизм позволяет проголосовать на любом удобном избирательном участке вне зависимости от места регистрации. Напомним, что уже сейчас такие заявления принимают на портале Госуслуг и в МФЦ. 6 марта переписаться будет, возможно, еще и непосредственно на участке. Юлия Савушкина, Илья Тырса, Рамазан Уруш-Магомедов, Область новостей. Региональная избирательная комиссия совместно с областным краеведческим музеем по традиции подготовила тематическую выставку. Ее экспонаты рассказывают историю избирательной системы и, в частности, президентских выборов современной России. Продолжит тему мой коллега Павел Юрасов. Экспозицию назвали «Навстречу выборам 2024» и посвятили предстоящим выборам президент России, которые пройдут с 15 по 17 марта. Это не первый подобный выставочный проект областного избиркома и краеведческого музея. Выставку составили около 100 экспонатов из фондов музея и архива избирательной комиссии Тамбовской области. Какие кандидаты были 6 лет назад, какие были еще ранее, какие партии участвовали в голосовании, какие партии выдвигали своих кандидатов на главную должность нашей страны. Здесь также представлены новейшие технологии, которые мы используем уже на данном современном этапе. Об истории выборов президента нашей страны рассказывают архивные документы, фотографии, агитационные материалы кандидатов, а также атрибуты выборного процесса, ящики для голосования, копии бюллетеней и многое другое. Кроме того, выставку дополнили подлинники агитплакатов середины прошлого столетия. Выставка, хотя и посвящена у нас в большей степени выборам в Российской Федерации, нужно говорить о ней еще со времен советских времен, потому что выборы так или иначе и в Советском Союзе проводились. И основной наглядной агитацией как раз были плакаты, несмотря на то, что уже было телевидение. И плакаты, которые вы можете здесь видеть на выставке, они еще с 50-х годов начиная. Интерактивной частью выставки стал импровизированный буфет, который хорошо знаком всем, кто посещал избирательные участки 20-30 лет назад. Я помню, когда я вместе со своей бабушкой, дедушкой первый раз пошла на выборы. Это действительно был праздник. Праздник не только для нас, как для детей. Для нас это было вообще впервые. Но и праздник был для взрослых. Я помню ту атмосферу, когда мы приходили на избирательный участок, а он располагался в Красинской школе. Мы входили, и первый, кто нас встречал с улыбкой, это была женщина, которая работала в буфете, которая нам могла предложить бутерброды. Выставочная экспозиция будет работать до конца марта. Павел Юрасов, Николай Иванов, Данилычко. Область новостей. В народе называется шланг, а вот у пожарных это рукав. В пожарной части номер 5 Тамбова для девчонок и мальчишек вновь провели экскурсию. Она прошла в рамках конкурса творческих работ учащихся детской художественной школы номер один. Как ребят погружали в рабочую атмосферу части, увидела наша съемочная группа. Она звучит везде по периметру и на улице. Вот такая тревога. С чего же начинается пожарная часть? Может, с оборудования или спецтехники, или с современной прочной экипировки пожарных? Нет. Она начинается с вот этого небольшого кабинета под названием «Пункт связи». Именно сюда поступают все звонки и сообщения о пожаре в городе и некоторых территориях Тамбовского округа. Это первое, о чем поведали сотрудники части номер 5 ребятам-художникам. Цель конкурса заключается в том, чтобы привлечь внимание к важности пожарной безопасности, а также показать им, что пожарные спасатели – это героическая профессия, которая требует самоотверженности и отваги. Пожарная часть номер 5 – одна из старейших в городе. Она была образована в 1961 году. Сейчас в ее штате несколько пожарных автоцистерн. Раньше они были на две тонны воды, теперь на шесть, а также на 360 литров пены. Кроме того, каждая машина оборудована насосом и тремя лестницами. Чтобы дети смогли больше погрузиться в атмосферу, пожарные не только показывали спецтехнику, но и давали попробовать все своими руками. Также каждый смог задать свой вопрос. Если человек ранен, а скоро я еще не приехала, что делать будете? Будем оказывать первую необходимую помощь. А если там все при смерти уже? Ну, при смерти. Будем бороться до последнего, ребят, вы знаете, до приезда. Сам конкурс проводится уже третий год подряд. И каждый раз тематика работ меняется. Сначала были пожарные прошлого, затем настоящего, теперь будущего. То есть ребята должны представить в своих работах, каким видят пожарного нового поколения. Ребята уже делали эскизы, и там такие фантастические моменты, как летающие пожарные машины и тушение пожаров с каких-то невероятных вышек и башек. Довольно интересные эскизы. К слову, 15 юных художников, которые приехали на экскурсию, уже во время рассказа командира отделения начали делать первые зарисовки своих появившихся идей. Финальным этапом всей художественной трилогии станет большая выставка, которая пройдет уже в конце апреля в первой художественной школе Тамбова. На ней будут представлены работы конкурсантов за все три года. И будет их порядка 50. Полина Матовникова, Александр Чехмарев, Данил Лычко. Область новостей. «Здравствуй, мир!» сказали без малого 50 танцевальных коллективов в финале одноименного конкурса. Фестиваль хореографического искусства объединил танцоров эстрадного, народного и современного направления со всей области. Яркие конкурсные номера в нашем следующем сюжете. Последние минуты перед торжественным открытием финального этапа конкурса – отличная возможность еще раз отрепетировать номер и, что называется, пощупать сцену, почувствовать ее особенности и габариты. Тамбовский коллектив «Эксклюзив» хорошо знаком с этой площадкой. Их выступление жюри конкурса не раз признавало лучшими. У нас вообще коллектив уже 15 лет существует. Мы участвуем в этом конкурсе, наверное, порядка лет восьми. Практически каждый год мы занимаем победные места. Первые, вторые. Третьих, наверное, даже не было. Первые, вторые места. Танцевальная студия участвует в областном конкурсе двумя возрастными составами. Номер вообще сложный, но так как мы давно танцуем такие номера, мы сделали его в сентябре и уже где-то в декабре, наверное, мы уже его доделали и съездили первый раз, показали на конкурсе. Это, конечно же, почетно и ответственно. Ну и малость волнительно, так как мы уже не первый год, так что, в принципе, уверены в себе. Областной конкурс детских хореографических коллективов «Здравствуй, мир!» традиционно объединяет лучших танцоров Тамбовщины самых разных направлений. Конкурс проходил в несколько этапов. Участвовало 68 коллективов от муниципалитетов. Членами жюри заочно были отобраны 44 финалиста и несколько сольных исполнителей, которые сегодня будут представлять свои творческие работы уже в очном финале. Лучше стилизованный, современный, народный, классический и эстрадный танец. В таких номинациях соревновались участники. Также номинации разделили по возрастным группам и между коллективами и солистами. В финальном этапе принимают участие не только коллективы, но и солисты. На сцену сегодня выйдут артисты из Инжавинского, Мордовского, Первомайского, Тамбовского кругов, а также из Котовска, Мичуринска, Маршанска и самого Тамбова. Павел Юрасов, Николай Иванов, Ольга Кириллова, Область новостей. 110 лет исканий и совершений. В Союзе театральных деятелей презентовали книгу, посвященную истории Тамбовского отделения. Также в рамках торжественной церемонии были вручены билеты новым членам Союза. Елена Хромова расскажет подробнее. Тамбовское отделение Союза театральных деятелей стало первым в России, опубликовавшим свою историю длиной в 110 лет. Журналисту Маргарите Матюшиной пришлось собирать информацию буквально по крупицам. Пришлось начать с поисков даты. Вот даже на дату мне пришлось потратить где-то две недели. Но мы благодаря публичной библиотеке Ленинской в Москве имеем такие ленты от фотографированных негативов нашей Тамбовской края, газеты, которую выпускалась до революции. И вот я прочитывала на аппарате все эти газеты, чтобы среди этих огромного количества материалов в октябре отыскать все-таки, что оно действительно, оно, вернее, это отделение было организовано. Совместными усилиями с областным министерством культуры СТД получил грант на публикацию материалов. Так появилась книга о региональном отделении «110 лет исканий и свершений». Книга еще не успела выйти в свет, а уже нужно делать новую редакцию. Потому что когда эта книга задумывалась и печаталась, у нас в стране было 77 отделений, а сегодня уже с присоединением Донецкой Республики и с созданием там отделения СТД России, Донецкая Республика, у нас 78 отделений. Так что видите, жизнь не стоит на месте. Также в рамках церемонии презентации были вручены билеты новым членам Союза театральных деятелей Российской Федерации, которые пополнили его ряды. Елена Хромова, Евгений Михеев, Формозан, Урж Магомедов. Область новостей. В Тамбове прошла традиционная Державенская лыжня. Как всегда, песни, пляски, веселые старты и, конечно же, лыжные гонки. Однако в этом году формат масштабного праздника несколько поменяли. Теперь в нем участвуют не только студенты, сотрудники университета и школьники. Кого ТГУ пригласил в этот раз, выяснила наша съемочная группа. Державенская лыжня проходит вот уже в седьмой раз. По традиции для всех участников и гостей праздника предусмотрено несколько спортивно-развлекательных зон. Среди них лотерея и хоккей, а также веселые старты, метание валенка и перетягивание каната, где соревнуются даже иностранные студенты. Сегодня у всего Державенского университета объявлен День здоровья. И пару студентов и преподавателей нет, но это не значит, что они отдыхают. В этот прекрасный солнечный день они собрались все здесь, на стадионе парка «Дружба». Причем приехали сюда не только учащиеся и сотрудники, но и выпускники университета и семьи со всего региона. В общей сложности лыжня собрала порядка трех тысяч человек. Не оставил Державенский никого и голодным. Весь день здесь работала палатка, где можно было отведать вкусные гречневые каши и согреться чаем. Первыми стартовали школьники. Их в этот раз больше ста человек. Следом за ними поедут студенты, затем сотрудники, гости лыжни и ветераны. Все должны преодолеть одну и ту же дистанцию. Пробежать должны полтора километра. Настрой, конечно же, боевой. Думаю, что есть шансы выиграть, побороться с соперниками. Это поднимает здоровый дух, поднимает настрой, опять же, участие, может быть, даже победа. Я считаю, обязательно нужно каждый год это проводить, потому что это объединяет людей и люди должны заниматься спортом. Я всегда как на праздник иду сюда. А какой настрой на сегодняшний лыжной? Настрой победить Ельцов не будет, ректор не участвует. Ну, я должен первым. Остаются считанные секунды до забега. И, внимание! Да, старт! В полуторакилометровый путь отправились студенты Державенского. Теперь на очереди долгожданный семейный забег. В этом году объявленный Владимир Владимирович Путиным, нашим президентом, год семьи. Мы трансформировали формат. Это уже не просто спортивный, а такой семейно-спортивный праздник. У нас сегодня принимает участие более 20 семей. Это тоже очень отрадно. Кстати, семьями пришли не только сотрудники университета. Гости приехали со всего региона. Причем некоторые из них многодетные. Так, в составе команды семьи Лаврентьевых мама Елена и три ее сына. Старший Иван и двойняшки Тимофей и Артемий. Они приехали из Токаревского муниципального округа. Говорят, не за победой, а просто ради участия. Маленькие были там в параде, колясок участвовали, постарше были. Вот в веселых стартах семейных участвовали, там в масленичных каких-то праздниках, там конкурсах участвовали. В школе всегда очень активные ребята. Какой настрой на сегодняшний лыжный у всей вашей большой семьи? Ну, конечно, проехать, получить удовольствие в первую очередь. А уж там обогнать, победить, это нам не главное. Нужно также отметить, что уже на следующей неделе команда лыжного клуба Державенского университета примет участие в ежегодной студенческой универсиаде, которая пройдет в Красногорске. Полина Матовникова, Илья Тырса, Данил Лычко, Область новостей. На этом все. Еще больше новостей на нашем сайте, в Телеграм и группах социальных сетей. Всего доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова